Добрый вечер в Оренбурге 19.30. С вами Анастасия Шахмать. В ближайшие 20 минут вместе с коллегами расскажем о наиболее заметных событиях этого понедельника. И вначале коротко некоторые темы. Ни у правительства, ни у баскедольного клуба «Надежда» претензий к министру Пивунову нет. В Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении министра. Он обвиняется в превышении должностными полномочиями при своении бюджетных средств. Сезон мечты и на вылет. Оренбургские футболисты покидают Премьер-лигу, а болельщики предполагают, что это ненадолго. Обещали раннюю весну, но не случилось. Несмотря на сложные погодные условия, агрария Оренбуржья обещают успеть завершить севдо-православные троицы. Ливневку почистят. Такой ответ сегодня озвучили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города в ответ на просьбы жителей, проживающих на переулке Кустарном. Разочарование выходных. Наши футболисты Премьеры лиги не задержались. Судьба футбольного клуба Оренбург была решена в минувшее воскресенье на стыковом матче с командой СКА Хабаровск. Спортсмены после проигрыша возвращаются в Футбольную национальную лигу, то есть опускаются на ступень ниже. Стадион был полон. Матч Оренбург-СКА Хабаровск пришли посмотреть 7 тысяч зрителей, в основном болельщики местной команды. Присутствовали первые лица области, губернатор, председатель законодательного собрания. Первый тайм – спокойная игра со стороны хозяев поля и агрессивная со стороны гостей – завершилась нулевым результатом. Во втором тайме команды поменялись настроением, оренбуржцы вели себя. Более агрессивные гости в основном занимали оборонительную позицию. Но и это голов никому из команд не добавило. В результате по назначенному пенальти оренбургская команда проиграла 3-5. Спортивные эксперты склонны называть результат случайностью. Все же в надежде, что это не конец большого оренбургского футбола, вкус которого уже почувствовали и игроки, и болельщики. Ну, увы, не получилось. Это скорее несчастный случай, потому что 0-0 в гостях, 0-0 дома. Хозяева были ближе в домашней встрече, чтобы решить все вопросы. В серии пенальти нервы у них оказались крепче. Нам немного не повезло. Ну, не немного, конечно, здорово не повезло. Если руководство клуба решит продолжать эту линию, то вот свежий пример перед глазами. Возвращение через буквально сезон динамовцев Москвы в премьер-лигу Тосна. Если оренбургский футбол пойдет этим путем, то отступление временное, как все мы надеемся. Сразу после матча тренер оренбургской команды Роберт Евдокимов, по сути, попрощался с игроками своей должностью, заявив, что его время в Оренбурге после пяти лет все-таки закончилось. Известно, что у тренера Евдокимова завершается контракт, но руководство клуба еще не озвучило какие-либо кадровые изменения. Стоит сказать, что это спортивное событие весьма оживленно обсуждается в сети. Кто-то в такой фатальной ситуации для клуба. Оренбург видит плюсы, теперь вновь подешевеют билеты на матчи и будет проще попасть на игры пенсионерам. Журналист Дмитрий Урбанович на своей странице в социальной сети высказал еще предположение, кого мог бы порадовать такой незавидный результат команды Оренбург. Вот у кого от сердца точно отлегло губернатора Юрия Берга. Прошлогоднее его обещание за три года построить в областном центре достойный премьер-лиги стадион, о котором он, думаю, сразу же пожалел, но поздно, теперь уже точно никого не волнует. В интернете также активно говорят, что футбольным командам премьер-лиги в будущем сезоне придется больше летать. Хабаровск находится все же на приличном удалении от центра России. Высказываются предположения, что от этого заметно пострадают и финансы участников лиги, и здоровье спортсменов. Дорогие перелеты и серьезная разница во времени. И еще о спорте, а точнее об уголовном деле руководителя профильного министерства. У потерпевших претензий к министру спорта нет. В Центральном районном суде началось рассмотрение еще одного дела в отношении Олега Пивунова. По версии следствия, министр за счет бюджетных средств ездил в командировки по личным делам. Кроме того, оказав определенное давление на директора баскетбольного клуба «Надежда», вынудил его за счет клуба арендовать квартиры для своих подчиненных и сына. Еще не завершился судебный процесс в отношении Олега Пивунова по неуплате налогов, как в Центральном суде стартовал новый. Министр спорта обвиняется в присвоении бюджетных средств и превышении должностных полномочий. После назначения на должность министра он продолжал заниматься управлением хоккейного клуба «Южный Урал». В связи с этим приходилось выезжать в командировки, которые к министерской должности отношения не имели, но оплачивались из бюджета ведомства. Наездить на слишком круглую цифру он не успел, но сто с лишним тысяч были потрачены. В этом следствии усмотрел состав преступления. А вот представители правительства ничего серьезного в этом не видят. Позиция заключается в следующем, что министерство ущерб не причинен, в бюджете Оренбургской области ущерб также не причинен. То есть мы полагаем, что в данной ситуации требований определения обвинений не обосновлено. Имело место быть проведение проверки счетной палаты Оренбургской области, в которой было установлено, что денежные средства якобы были израсходованы за счет средств министерства не на те цели, которые установлены в своем положении. Суммы в следующих эпизодах уже заметно отличаются от размеров командировочных расходов. Перед министерством спорта встала задача обеспечить арендованными квартирами двух своих замов и сына. А чтобы финансово это было для семей близких Пивунова не в тягость, возложить эту обязанность он решил на элиту женского баскетбола «Клуб Надежда». Сговорчивости министр пытался добиться, напомнив директору о своей должности и о субсидиях, которые получает команда из областного бюджета. Пивунова запланировал в нарушении запрет установленный Федеральным законодательством коррупции посредством оказания давления директора клуба Ценаева и использования представленных последнему полномочия принять незаконное участие в управлении баскетбольного клуба «Надежда» и получить от указанных хозяйств субъекта незаконное вознаграждение в виде оплаты услуг, связанных с проживанием Хохлова и членов его семьи в жилом помещении. Два заместителя Пивунова и его сын успели пожить в арендованных квартирах на 3 миллиона рублей. Но и здесь у потерпевшей страны претензий не оказалось. Поход Вячеслав Владимирович 17 октября 2016 года возместил полностью сумму ущерба, которая указана в среднем сумме, ну полностью сумму, которая предъявлялась. Кирин Павловной Кальяновой заключен договор, то есть с тем, что у него не было возможности возместить изновременную сумму, рассрочка, на данный момент ей возмещена сумма 110 тысяч рублей. Отметил, министр спорта свою вину не признает. И после того, как гособвинение зачитало обвинительное заключение в суде, Пивунов заявил, что понятия не имеет, о чем вообще говорит прокурор. Александр Жарков, Олег Штылер, Орен-ТВ. Еще одно резонансное дело в отношении предпринимателя Александра Бурковского и замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ВВД Дмитрия Красильникова передано в Дзержинский районный суд, сообщает прислужба ведомства. По данным следствия, фигуранты под видом взятки для должностных лес за разрешение строительства 18-этажки по улице Чкалова взяли 5 миллионов рублей у соучредителя строительной фирмы «Фокус». Представитель Навального в Оренбурге Наталья Трубачева уведомила администрацию города о проведении митинга. Акция заявлена на 12 июня, а местом проведении выбран бульвар у памятника Чкалову. Пока городские власти ответа не дали. Наталья Трубачева первый опыт проведения подобных мероприятий получила 26 марта. Тогда она организовала пикет «Он вам не Димон». После этого полиция составила протокол и обратилась в суд, заявив, что участвовало больше народа, нежели было заявлено. Но суд не нашел состава административного нарушения. Тогда же Наталья Трубачева заявила, что является руководителем штаба Навального в Оренбурге и готова провести митинг в первой половине июня. Новая акция называется «За прекрасную Россию и будущего без коррупции». В уведомлении указано, что в ней примет участие до 3000 человек. Куда пойдут дополнительные бюджетные деньги и какая отрасль получит больше всех? Об этом мы расскажем в второй части программы. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем выпуск. И вот что вы увидите далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ливневку почистят. Такой ответ сегодня озвучили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города в ответ на просьбы жителей, проживающих на Перелке Кустарном. Школа оказалась резиновой. Жители подгородней Покровки жалуются, что в учебном заведении не хватает места. Дети учатся в несколько смен. Обещали раннюю весну, но не случилось. Несмотря на сложные погодные условия, агрария Лимбожья обещает успеть завершить севдо-православной троицы. Когда преобразится мост через Урал? И что скрывается за навязчивым сервисом? Ответы в рубрике «Дежурный корреспондент». Утверждение школы Нерезиновой оказалось не таким уж бесспорным. Единственное учебное учреждение в подгородней Покровке переполнено. Уже сейчас в нем учатся чуть меньше 600 детей. А по утверждению местных жителей, школа рассчитана всего на 200 человек. Впереди каникулы и новый учебный год. То есть количество ребят еще увеличится. Наталья Голикова продолжит. Ситуация стандартная для последнего времени. Село Подгородняя Покровка застраивается стремительной скоростью, за которой, увы, не поспевает инфраструктура. В череде приятных новосельей нет повода для радости родителей и детей, которые переезжают сюда. И уж тем более, которые давно живут. Одна-единственная школа переполнена и находится далеко не в шаговой доступности. Выпускается у нас в районе 20 человек в целом. Это класс 11 и класс 9. А приходят 4 класса первых. По 30 человек в классе. По словам родителей, всего один школьный автобус собирает детей в селе. Не успел или, если он полон, придется идти пешком. Максимально 3,5 километра. И это не все неудобства, которые вынуждены терпеть дети. Школа рассчитана на 200 человек, учатся уже 600 человек у нас. Дети приходят в школу к 2 часам, занимаемся мы почти до половины седьмого. 20 минут перемен у нас. Почему так долго? Потому что в первую переменную ест с такого вот по такой класса, во вторую переменную с такого вот по такой-то. И получается растягивается все это. Учимся вот мы так долго. Похожая ситуация и с детским садом. Чтобы решить проблему с устройством детей, группы уплотнят. Ребят по прописке вынуждены брать. У меня сейчас маленькая только пойдет в школу через год. И я не знаю, как она будет учиться. Чтобы люди, которые занимаются этой проблемой, они расставили приоритеты, потому что дети – это наше будущее. И если мы не будем вкладывать наших детей, позже это нам аукнется и окликнется. В администрации сельсовета нам сообщили, что уже давно готовы к новым объектам. Землю для строительства выделили и поставили на кадастровый учет. Мы специально держим. Вот она у нас 3,5 гектара заложена. Под школу и детский сад. Там же планировалось строительство поликлиники, стадионы, правильно? Поликлиника немножко вот сюда. И вот между ними поликлиника эти. Там получается место остается под бар, стадион. Такое, чтобы все как-то заодно там было. Строительство школы вошло в государственную программу по ликвидации второй смены. Новый объект на 500 человек появится в селе. Но не скоро. В 2020 год запланировано строительство новой школы. На сегодняшний момент изыскиваются средства финансовые по поводу разработки документации. Потому что это нужно проекты, исследования. Это нужно другие необходимые документы, чтобы вошли. Сейчас ищут деньги на сам проект. Как нам пояснили, возможно, они будут спонсорские. И только тогда можно надеяться, что школа появится раньше положенного срока. Наталья Голикова, Никита Плотников, Олег Штеллер, Ориен-ТВ. Как потратят дополнительные доходы на рассмотрение в Госдому? Минфин подготовил документ, где дополнительные бюджетные средства, полученные от более высоких цен на нефть, распределили по отраслям. МВД получит в 6 раз больше, чем здравоохранение, пишет РБК. При дополнительных доходах более чем в 361 миллиард рублей бюджет остается дефицитным. Больше всех получат правоохранители. В МВД курирующая программа обеспечения безопасности порядка и противодействия коррупции уйдут 11,4 миллиарда рублей. Причем большая часть этих средств пойдет в зарплатный фонд руководящего состава. Здравоохранению на развитие выделят менее 2 миллиардов на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов. А вот в запросе 70 миллиардов рублей для борьбы с ВИЧ Минфин отказал. Соцподдержку граждан ведомства собираются урезать на 392 миллиона рублей. Как следует из пояснительной записки, правительство запланировало снизить пособия по беременности родом для семей погибших военнослужащих и подобная причина уточнения численности получателей. Распределение бюджетных средств отражает приоритеты Кремля, связанные с предвыборной президентской кампанией, полагают эксперты Высшей школы экономики. Любые вложения в социальную сферу будут менее заметны, но могут вызвать рост аппетитов и требований еще больше усилить финансирование. Полиция может быть использована и для демонстрации борьбы с коррупцией, которая всегда хороша перед выборами, и для обеспечения безопасности власти в случае массовых протестов. Это финансовый маневр, вызванный политической необходимостью и пониманием, как лучше потратить эти деньги перед выборами. Обещания ранней весны не сбылись, однако агрария Оренбожья даже под снегопадом обещают завершить Яровой Сев до Православной Троицы. Площадь Яровой Сев в этом году составляет чуть более 3200 гектаров. Работа осталась на считанные дни, заверяют в Министерстве сельского хозяйства области. Тем временем резкоконтинентальный климат нашего региона выдают селянам очередные сюрпризы. Сегодня в ночь на 29 число у нас в ряде регионов, причем западных частей, это Курманаевский район, Бузылук, Стеграчевский, Выпал снег, то есть 0 градусов. Практически осталось нам работать 311 тысяч гайеровых сеять, из них 832 тысячи зерновых культур. В день мы сеем порядка 120 тысяч. В этом году 4 июня Троица, и как наши старожилы говорили о том, что до Троицы надо сделать высоте. Сев уменьшают дожди, снег и заморозки, а вот летом напротив растения губят жара. Оренбургские аграрии делают ставки на озимы, дающие в два раза больше урожай, и такие за сухоустойчивые культуры, как нут, сарга и лен. Ливневку почистят. Такое решение озвучили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города в ответ на просьбы жителей, которые проживают по переулку Кустарному. Напомним, ливневая канализация, которая находится чуть выше на улице Виноградной, должна была бы поглощать воду, но функцию свою она не выполняет. И так уже 6 лет. Люди после осадков вынуждены буквально месить грязь и прыгать через лужи. Напомним, жители переулка Кустарного после каждого дождя вынуждены браться за лопаты. Таким образом, люди пытаются хоть как-то откопать от грязи собственные дома и единственную пешеходную дорожку. Ливневка, которая есть на улице Виноградной, не справляется с потоком воды. Асфальт положил, повыше чуть-чуть. У меня вода во двор меньше заходит, когда не сильный дождь. А когда сильный дождь, видите, все бежит во двор. Грязь. Иногда даже пацаны идут по проезжей части. А это уже чревато последствиями. Сегодня в УЖКХ города пояснили, что чистят ливневые канализации только в случае острой необходимости. Потому что возможности финансирования есть не всегда. По переулку Кустарному же жителями проложена самодельная труба, которая, возможно, заилилась. Ливневая же канализация, которая находится на улице Виноградной, состоит на балансе города. И в ближайшее время вопрос будет решен. Администрация города готова в данной ситуации до конца недели оказать содействие и промыть свою трубу, для того, чтобы в последующем была нормальная проходимость. Но считаем, что необходимо посмотреть и перечные трубы, которые проложены в частном секторе, потому что система не может функционировать едино, если есть проблемы в каких-либо участках. Татьяна Малышева добавила, что обращения от жителей о том, что это ливневая канализация, нуждается в прочистке, не было. Возможно, вопрос был бы решен раньше. Пешеходы мечтают о чистых прогулочных дорожках. Доверчивые же горожане хотят предупредить других о том, как не стать жертвой обмана. Народные новости расскажет Ольга Токарева. Она знает, когда преобразится мост через Урал и что скрывается за навязчивым сервисом. Время нашей постоянной рубрики. Делают для Близира. Это заявка от Олега. Оренбуржец обращался в редакцию еще месяц назад. Претензия заключалась в том, что на мосту через Урал по улице Донгусской пешеходные дорожки были в ужасном состоянии. Ограждение чистое, как и сам мост. Но в пешеходной зоне можно месить грязь. Почему нельзя выполнять свои обязанности качественно? Еще в апреле пытался выяснить Оренбуржец, добавляя при этом, что ситуация повторяется из года в год. В администрации Южного округа накануне поясняли, что мост еще не мыли. Проще говоря, до него не дошла очередь. Сегодня чиновники заверили, что как раз планируют заниматься улицей Донгусской. В скором времени Оренбуржец сможет оценить проделанную работу, заверили чиновники. Максат хочет предупредить горожан не быть столь доверчивыми. Накануне к Оренбуржцу домой пришли молодые люди якобы из городской организации электроэнергии. Предлагали заменить счетчик, правда, как выяснилось уже потом, за баснословные деньги. Уже позже Максат понял, что мог бы заменить прибор учета в два раза дешевле. Партнерами энергетиков, как выяснилось, эта контора, конечно же, не является. Специалисты еще раз обращаются к Оренбуржцам. Не доверяйте тем, кто ходит по квартирам. Замену счетчиков энергетики осуществляют по заявлению жителей, часто совместно с управляющими компаниями и ТСЖ и только после оплаты услуг через кассу. Только энергетики имеют право заниматься заменой и опломбировкой приборов учета. Как правило, стоят счетчики у них тоже намного дешевле, чем у навязчивых продавцов в сомнительных компаниях. Если вы сомневаетесь в предлагаемых вам услугах, не стесняйтесь перезвонить в обслуживающую организацию и уточнить информацию. Доверять незнакомым людям, наверное, все же не стоит. Стойте на страже своих интересов помочь в этом и могут наши корреспонденты. Звоните. Это пока все. Мы встретимся в 23 часа и подведем итогу дня. Пока смотрите прогноз погоды на завтра, немного коммерческой информации. А в 20.00 не пропустите фильм «Соломон Кейн». До встречи в эфире. В ближайшие сутки в Оренбуржье облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза. В отдельных районах возможен град. Ветер с северной четверти с переходом на западную четверть умеренный, местами порывистый. Ночью от 2 до 7 градусов тепла, а завтра днем в пределах от 15 до 20 градусов. В Оренбурге облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, ветер северный с переходом на западный умеренный. Ночью 3-5 градусов тепла, завтра днем плюс 18, плюс 20 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова